смотрю на море он такой прям гладкая гладкая а еще на солнце смотрю я опять забыл очки вчера тоже забыла сегодня забыл как так сегодня тоже на море пойду не вот не устаю я на тут маршрут свой ходить на морской скажем так потому что я море обожаю видите его даже не видно потому что он сливается с небом море оно моё оно сливается с небом тут ремонт делать поэтому пойду халат накину рабочий и вперед она буквально вот там вот живет на походу улице мой там постоянно меня вырызгали голуби постоянно это наши племянники они умели и умели кинкен и руки не чарли его всего оба описал не качали чему-то радуется у нато от радости писается и вот он его так любит племянник племянника чарли не знаю почему и что вот он его погладил и тот весь бедный весь от радости он говорит вот блин все меня обделал ничего страшного у них четыре собаки вот этот вот юр сайт я в них не пуля они мне все на одно лицо мне должны были привезти вернее не должны были мне привезли продукты 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 да из парикмахерской в общем там заказывала краски вот вы знаете иногда бывают такие противные доставщики к нам же очень трудно доехать туда потому что если большой камень и большой грузовик какой-то то туда хрен доберешься сейчас поставлю и буду дела делать и некоторые знаете начинают выкат дерево саму-то не поедем ля-ля-ля-ля то поля да вот туда а это сейчас позвонила говорит там типа ой вот у меня мой грузовик туда не едет я говорю даже если бы он и ехал мне там уже нету где ваш офис он говорит ой в гранаде ну туда я точно тоже не поеду он говорит ну хочешь давай завтра я говорю давай во сколько в матриле то есть в городе где я живу то есть знаете человек такой идет на контакт в общем разговаривает все дела договариваться ищет как ады выкады а некоторые прям все мы тогда не поедем типа делай что хочет а потом ваша работа доставить а я тогда знаете что делаю говорю ну тогда я ничего не знаю даст у вас доставка оплачена до то есть до места назначения будьте добры доставить и усе в общем мы договорились завтра что мне позвонит позвонит в 9 часов и мы с ним где-нибудь встретимся здесь до работы заберу посылки и все и вот так так я готовлю себе обед друзья оба сегодня в меню будет рыбка я вчера достала из заморозки достала лосось посыпала солью специями сейчас отправлено две с половиной минутки это я посылу разбираю на две с половиной минутки отправлю в микроволновку друзья вот меня есть вот такая крышечка раскрываю закрываю крышечкой чтобы ничего там не стреляло и все было чики-пуки и чтобы и очень удобно кстати не воняет ничего не надо мыть все помыто мне так клиентка научила представляете я думаю я вкус тот же самый и быстро и хорошо и супчик супчик змеиный тоже у меня будет а как иначе супчик у меня будет каждый день муж тоже рыбу достала ему буду жарить так смотрю мало у меня там есть нету если нету то будут дыню так буду дыню до поспела небольшой такой манго в общем все будет в то же самое и тыблоко вот в общем как всегда яблоко манго суп и семга ну лосось семга не знаю что там все мой сегодняшний рацион питания ну и чай утром чай в обед чаек вечером чаище грустно скучно а что делать зато когда на весы станешь посмотрю обрадусь как стать вот эта бандура вот эта бандура визит полкило вану блин она вот эта одна шишка тяжелая шишка поэтому я без вас буду взвешиваться в общем то же самое все ну естественно не расстраиваемся у нас впереди целая неделя мы обязательно добьемся своего результата пока пойду я змеиный супчик разогревать а я стираю я машинку же поставила стирать и меня тут перебили это моё меню на сегодня супчик витамины и рыбка всем приятного аппетита друзья я знаете что придумала манго который вот у меня я почистила маленько такое но было добавлю вот сюда пару ложек вот этого вот творожок вот он здесь не калорийный ничего и все это батифе делаю и отправлю на пару часиков в морозилку как раз к четырем к пяти часам у меня все это будет как такое мороженое знаете мне кажется будет вкусно сейчас отправляем все это твой вот такой мус получился нереально вкусный а если он подбремезнет это такой прям мороженое получится вообще какая я выдумщица а Вот, у меня там где-то крышечка была. Мороженое себе сделала. Такой ветроган поднялся, что трындец, у меня тут все летает. Вот так, видите вообще, откуда это, и жара, жара прям, не знаю, градусов 35, наверное. А я сейчас уже буду одеваться и пойду девочку стричь. А Чарли будет дома сидеть, отдыхать, потом приду и погуляю с ним недалеко. А потом еще хочу в Меркадону зайти за туалетной бумагой, друзья. Вдруг не забуду, надеюсь, что не забуду туалетную бумагу, еще гель для душа надо купить. Вот так как пойду пешком, то точно много уже не куплю. Хотя что покупать, то у меня все есть. Мой супчик меня ждет в холодильнике. У нас жара неимоверная, просто жарища, ветер горячий, не знаю, градусов 40-100%, и ветер этот нифига не помогает. Я вчера ходила с Чарли гулять в это же время, и было, знаете, прохладно так хорошо. Сегодня это просто жесть. По-моему, даже летом такого не было. Видите ли, троган какой дует. А я шпарю. Время хотя, вот полшестого. Вот тут собакам... У нас есть собаки здесь, и это... Ну, зачем хлеб плесневый отдавать, не знаю. Ой. Им там дают еду. В общем, собаки такие бездомные. Но что-то я давно уже не видела собак бездомных. Вы знаете, мне все еще как-то иногда бывает странно видеть всех людей в масках. Вот. Как-то, как будто, знаете, как будто какой-то фильм, что ли, во сне. Что все это не по-настоящему. Так идешь, и все в масках. Жесть, конечно. Вот если задумываться об этом, да. Но у меня вон какая красивая, с бабочками. Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас по ошибке на это... На вызов на звонок нажала. Как все запищала, заскулила. Думаю, мама, что это, Сокора, помогите. А я вот так вот туалет на бумагу нажала. Чуть не обкакалась. Как все завизжала, запищала. Ходила, в общем, только за туалетной бумагой и за гелем для душа. Ну, вот на прицепе купила. Гель для душа даже не нюхала. Чем нам там пахнет? Гелем для душа. Масло орган. Вкусняшку для Чарли. Как я могу домой прийти без вкусняшки для Чарли? Потом вспомнила, что осталось дисков мало. А вот таких яблок тоже нет у меня. Ну, десерт, блин, яблоки! Обалдеть! В общем, ой, блин, ветроман дует такой. Сейчас все у меня улетит. Нахрен открыла. Думала это. Знаете, ветер утих. Ни хрена у меня утих. Утих, поэтому надо уже закрыть. Хотя жарел, но, видите, открыть ничего невозможно, потому что все улетает. Снег кружится. Потом такая, увидела кабачки, думаю, надо кабачки купить. Потом думаю, а кабачкам надо котлеты куриные сделать с кабачком тебе на обед. И вот бахат депрессию. Стоило 5.12. О, целый рубль я сэкономила. Хотя срок годности до 27-го. И вонючку вот такую в туалет я делаю электрическую. И все. А, ну, вот такой суп у меня. Муж любит суп вот такой иногда, знаете. И так как я сейчас же, ну, особо не охота готовить, потому что вроде как это чек взяла. Ну, вы цену уже, наверное, все знаете. Вот, потому что вроде как на диете. У меня охота готовить. Думаю, вот этот супчик ему будет в самый раз. Ой, тетя, я так устала сегодня, знаете. Работа туда, работа сюда. Корм, что ли, ест он, не знаю. Вот, и устала. А еще ветер такой жаркий. Жаркий. Вот тут все сохнет. Сейчас надо какую-нибудь масочку сделать. В общем, с девчоночкой так хорошо погуляли. У нее девчонка такая классная. Ей два годика будет через два дня, оказывается. И она такая игручая. В общем, я с ней наигралась. И я говорю, она у вас всегда такая. Говорит, да. Это как это. В общем, любит играть. Вот. Что хотел сказать, не знаю. Не знаю, что хотел сказать. Пойду, наверное, себе на ужин арбузик отрежу. И сегодня на ужин у меня будет арбузик. Как вы на это посмотрите? Мне кажется, нормально. Сижу тут, монтирую. Что-то я поставила вонючку в туалет. А, наверное, слишком прям ядрено сильно поставила. Потому что прям очень пахнет дома. Тоже знаете, иногда, когда сильно пахнет, то это тоже не есть хорошо. Вот. И пока у меня там, наверное... Кто там, папе пришел? Все закрыто, потому что ветер, ветер, ты могуч. Вот. И что хотел сказать-то? Не помню. В общем, прощаться я включилась с вами. Второй день у нас с вами прошел. И слава богу. Вот. Так что всего самого лучшего. И всем пока-пока.